Современная женщина многогранна. Быть на гребне успеха, оставаться молодой, красивой и привлекательной, заботиться о детях, находить взаимопонимание с мужчинами, друзьями, родственниками, правильно ухаживать за собой, вкусно готовить и находить время для любимых занятий. У меня сегодня особенная гостья. Не только красивая женщина, любимая, любящая мама, жена, но и женщина в погонах. Лицо, которое знакомо многим, старший помощник руководителя Следственного комитета Якутии, подполковник юстиции Надежды Дворецкой. Надежда, добрый день. Добрый день. Я очень рада вас видеть. Взаимно. Вы прекрасны. По условиям нашей передачи, все наши герои приходят с фотографиями, которые близки их сердцу, с фотографиями, в которых запечатаны интересные, памятные, незабываемые моменты их жизни. Я вижу то, что вы тоже принесли фотографии. Да, да. И с какой фотографией мы начнем нашу беседу? Ну, наверное, то с той, с которой начинается жизнь каждого человека. Ну вот, если вы узнаете того, кто здесь изображен, я буду очень рада. Это я. Такая красивая девочка, такая хорошенькая. И главное, смотрите взгляд. Да, взгляд серьезный. Мама мне говорила, когда я приходила в этом возрасте из садика, когда она меня забирала, я была в мелких синячках, потому что... Боевая? Нет, потому что меня любили нянечки и воспитатели по мяте. У меня тоже практически похожая фотография. Тоже меня любили дергать за щечку, тискать, да? Поскольку дети в этом возрасте, конечно, прекрасны. У нас кофе. Спасибо большое. Мой любимый латте. О чем мечтала девочка в детстве? Все мы в детстве мечтаем, рисуем мечты, рисуем принцев, дворцы. Да, вспоминая свое первое желание, я мечтала... Я мечтала стать продавцом мороженого, когда выросла. В то время на моей родине не было мороженого, это был жуткий дефицит, потому что поселок северный, завоза не было как такового. Доставали какими-то неизведанными путями. Хорошо, что у меня папа и дедушка работали, ездили в дальние рейсы, они были профессиональными водителями, работали в Дебютанской автобазе. Где вы родились? В поселок Дебютанске. Ой, как интересно. Северо-восток нашей любимой республики. Это моя родина, это родина моей мамы. Очень много родственников у нас живет там до сих пор. И поэтому, собственно говоря, там детство мое и прошло. И вот все началось с продавца мороженого. Потом воспитатель, соответственно, хотелось стать воспитателем. Конечно. Более такой сознательный дошкольный возраст наступил. Но потом это все как-то менялось, и уже когда я пошла в школу, я мечтала стать тренером верховой езды. Потому что я очень сильно любила лошадей, я очень много о них знала. Практически готова была узнать возраст по зубам. То есть вот настолько вот это было прямо фанатично. А откуда такой интерес? Ну вот тут не могу сказать. Вот как-то просто один раз увидела, понравилось и загорелось. Действительно. Вот на протяжении очень долгого периода времени вот эта мечта у меня очень в глубине души долго сидела, вынашивалась. Ну и после того, как ей не суждено было осуществиться, потому что маму этот вариант не устроил, она меня не видела в этой профессии. Вот. Меня повезли поступать в педагогический институт. Повезли. Я специально завалила экзамен по русскому языку. Но все равно я не добилась своего. Ну в общем, как-то вот на этом моя мечта немножко остановилась. Но тем не менее, в любое, когда есть возможность, я стараюсь все было и вспомнить, как говорится, свою мечту. Это здорово. Надежда будто знала, что ее ждет совершенно другое будущее. Специально завалила экзамен по русскому языку, несмотря на то, что в школе русский язык и литература были любимыми предметами. Недавно прошедшая акция «Тотальный диктант» тому подтверждение. Наша героиня написала работу на «Отлично». После школы меня увозили в Нижегородскую область. Там у меня бабушка с дедушкой жили. Пытались поступать мы там. Ну а потом, после того, как все-таки экзамен был благополучно провален, по моей задумке, мне не удалось вернуться на родину с семьей, потому что мама была настроена очень решительно. Значит, я пошла работать в школу пионер-вожатой, чтобы на следующий год повторить. Ну, в общем, в итоге все сложилось, собственно говоря, так, как я и задумала. Приехал мой папа и забрал меня обратно в депутатский. А, вы обратно все-таки вернулись. Да, я обратно вернулась. И уже так как дома сидеть не было ни сил, ни желания, потому что все равно что-то нужно делать, не сидеть же на шее у родителей, я пошла работать в садик воспитателем. Это было замечательное время, потому что, я вот сейчас его вспоминаю, конечно, было тяжело, потому что образования педагогического не было, но общение с детьми возраста двух до трех лет, это просто потрясающие дети, как раз сейчас мои младшие двойняшки в этом возрасте. Я вспоминаю себя, когда я работала воспитателем, и я очень много... Навыки есть. Попытываю, да. Не только материнский инстинкт, но и... Да, да, но еще какие-то качества, именно дружбы с детьми в группе, когда их много, а ты один, это очень ко многому и обязывает. И действительно, это как-то все-таки дисциплинирует не только детей, но и взрослого. Ну, был хороший опыт, получается. Ну да, полтора года я честно отработала, мне нравилось. Но потом вот получилось так, что поменяла кардинально работу, ушла из детского сада и попала в милицию. Как вы попали в милицию? Вот вы сейчас мне рассказываете, я сижу с круглыми глазами, начиная с детства, вообще удивительная история. Да, история действительно удивительная, я никогда об этом не думала, что действительно попаду, но дело было в том, что у меня мама в 91-м, по-моему, году как раз-таки попала в Устьянский районный отдел внутренних дел в должность секретаря или инспектора, ну, в общем, в канцелярию. Ну и, соответственно, уже даже, может быть, не желая этого, но как-то слышишь разговоры, беседы, понимаешь, что вот, насколько это интересно. И как-то я в это дело втянулась, мне стало это очень интересно. И я какое-то время приходила к ней на работу, то есть, ну, каким-то там бытовым вопросом. Вливались в среду, чтобы прочувствовать. Да, и вы знаете, это все-таки, да, в какой-то момент это меня настолько заинтересовало, что просто мы уже начали эту тему обсуждать, возможно, невозможно, получится или не получится, потому что это же не просто так, бросил, ушел, а если не получилось, свернулся обратно. Мне кажется, так нельзя. То есть, если ты приходишь, то ты должен, когда сознательно идешь, ты должен понимать, что это твой ответственный выбор, это должен быть. Надежда с детства была целеустремленным и ответственным ребенком и всегда знала, чего хочет. Советы и настояние родителей слушала, но ей как-то удавалось обратить их в свою пользу, совместив пожелания отца и матери со своими стремлениями. В итоге, сказав педагогическому институту «нет», все же осуществила мечту, получив диплом Московского института МВД России. А что не приемлете в людях? Что не нравится? Категорически не нравится, наверное, если говорить о служебной деятельности, то мне кажется, что если человек чувствует недостаточный уровень своего профессионализма, то это, конечно, не совсем хорошо, на мой взгляд. То есть, если человек работает на своем месте, это чувствуется, это видно. Человек приходит на работу с желанием, он горит, у него какие-то что-то, постоянно какие-то планы, что-то меняется, что-то без работы, действительно, без работы, я имею в виду в плане, когда ты болеешь или без деятельности, ты чувствуешь, что чего-то не хватает. Вот тогда, наверное, человек действительно занимается тем, чем он должен заниматься. А если этого нет, если человек сидит, поглядывает на часы и считает, что дни до конца рабочей недели это ужасно, и мне это как-то непонятно. Ну, ты где-то читала, это страшный вирус, когда в коллективе, есть такой человек, который не заряжает вот этой энергией и не подпитывается сам. Ну да, наверное, да. Чего бы вы не простили человеку? Вот думаю и понимаю, и на протяжении нескольких лет у меня стойкое убеждение в том, что никогда, наверное, я не смогла бы простить жестокость. Мне это совершенно неприемлемо. Если человек находит возможность обидеть слабого, если он обижает животное, пожилых людей, вот это именно проявление вот этой жестокости, оно меня просто, вы знаете, просто выводит, наверное, из себя. Я не могу мимо этого пройти. Вы работаете в такой структуре. Ну, вот как-то так получается, да. Наверное, может быть, обостренное какое-то чувство справедливости или что-то такое, я не знаю. Но даже речь идет не о людях, а о животных. Мне кажется, это страшно. Если человек жесток, его, мне кажется, очень сложно изменить. Ну, я бы, например, этого делать не рискнула, не стала, потому что от таких людей стараюсь держаться подальше и как-то мимо проходить, чтобы это не касалось меня, потому что это тяжело. Тяжело. Можно задать провокационный вопрос? Ну, раз такой разговор пошел. Насколько безвыходной должна быть ситуация, чтобы вы нарушили закон? Провокационный вопрос. Наверное, вот этот ответ на этот вопрос, он сплетется как раз-таки с предыдущим. Если произойдет такая ситуация, которая будет угрожать жизни и здоровью моих близких, наверное, придется предпринять какие-то решительные меры. Не хотелось бы, конечно, конкретизировать, но вот несколько лет назад была на слуху история, когда в частный дом к семье ворвались несколько человек, и там действительно была такая ситуация, когда существовала реальная угроза жизни близких хозяина семьи. Тогда он взялся за оружие. Я не готова сказать, что я пойду на такой поступок, но вот это, наверное, такая ситуация, когда каждая женщина, каждая мать способна вступиться за своих детей. Это инстинкт у каждой женщины, это в крови. Я думаю, что вот такая ситуация, наверное, не дай бог, но возможна, может быть. Ваша характерная черта? Мне кажется, что моя самая характерная черта – это оптимизм. Я это вижу. Это мой принцип никогда не вешать нос, какая бы ни была сложная ситуация. Я считаю, что в любом случае, как бы ни было плохо, как бы ни складывалась жизнь, всегда нужно верить в будущее. Потому что если где-то опустить руки, если где-то подумать о том, что все, кончилась жизнь, это неправильно, всегда найдется человек, которому нужна твоя помощь. То есть есть люди, которым еще хуже, чем тебе. И поэтому об этом нужно помнить. Нужно помнить о том, что действительно ситуаций безвыходных, на мой взгляд, не бывает. Вот опять-таки повторюсь. И все-таки относиться к жизни с юмором, с оптимизмом и верить в то, что обязательно будет еще лучше. Обязательно ставить себе при этом цель, к которому нужно идти. Обостренное чувство справедливости привело нашу героиню в милицию. Выбрав профессию в погонах, она четко понимала, что это раз и навсегда. Сегодня Надежда Дворецкая – лицо узнаваемой. Мы ее голос слышим из радиоприемника, видим ее на экране, ведь именно из ее уст мы получаем достоверную информацию о том, как сегодня работает Следственный комитет Якутии. Вы узнаваемый человек. Вы узнаваемый человек, вы мелькаете на экране, вас очень часто видели на улице города, дающие интервью. Вас узнают на улице? Ну, вы знаете, честно говоря, я вот не страдаю никакой звездной болезнью, мне кажется, это вообще настолько это все, ну, не мое это, скажем так. Ну, действительно, когда идешь по улице, идут люди, улыбаются, я тоже улыбаюсь в ответ. Я не знаю, узнают или просто улыбаются, делятся своим хорошим настроением. Для меня, в принципе, это не важно. Если человек улыбается, значит, это хорошо, и хочется передать свое хорошее настроение ему таким образом. Поэтому вот как-то так. Вот такой вопрос тогда. Как вы относитесь к мнению окружающих? Как это говорило о вас? Честно говоря, смотря какое мнение, наверное, так стоит пояснить. Ну, вообще, конечно, как-то мало заботит в основном, по большей части. Потому что, мне кажется, что если слушать мнения окружающих, кто-то говорит что-то хорошее, кто-то говорит какой-то, наверное, негатив. Кто-то говорит что-то позитивное, кто-то говорит что-то негативное. Поэтому, если даже и какое-то мнение существует, то, наверное, не совсем нужно серьезно и относиться к этому, ну, как сказать, углубляться в это, скажем так. Потому что, если... Человек, наверное, может потерять себя, да? Да. То есть, если пытаться понравиться всем, действительно, ты потеряешь свою индивидуальность, потеряешь себя. И потом, зачем это нужно? Мне кажется, не для того мы живем, чтобы всем нравиться, а какие-то другие цели есть у каждого. Поэтому, как-то вот, я об этом никогда особо не задумывалась, потому что, ну, общественное мнение, оно будет всегда. Будут обсуждать, будут осуждать, будут поддерживать. Ну, так и есть, так, наверное, и должно быть, и так будет. Ну, каждому свое. Вот в начале нашей передачи мы говорили о многогранности современной женщины, да? Как вы думаете, вы открыли в себе все грани, либо же еще есть что открыть? Ну, наверное, как говорит один очень мной уважаемый человек, нет предела в совершенству. И в каждом человеке, наверное, есть к чему стремиться, к каждому человеку есть к чему стремиться, стремиться и есть что развивать. Но как вот к этому прийти, это другой вопрос. Наверное, тут уже все зависит от индивидуальности, от того, что человеку нравится. Ну, как-то, наверное, есть над чем работать. Есть. В любом случае. Любите учиться, читать, путешествовать? Путешествовать безумно люблю. Это одно из моих самых любимых занятий. Времени не так много, но когда выдается отпуск, выдается какие-то дни... В каком месте у вас выходит душа наружу? Душа наружу у меня выходит, да, есть такие места. Я вообще считаю, что страна, в которой мы живем, это одно из лучших мест на планете. Слава богу, что она большая. И я люблю путешествовать со своей семьей, мы любим ездить именно по России. Потому что столько мест шикарных, прекрасных, сколько у нас, мне кажется, даже в силу территории нет нигде. Вот недавно вы тоже вернулись, да, из очередного своего путешествия по России. Да, я, несмотря на то, что неоднократно я бываю в этих местах, Нижегородская область, набережная Волги, Оки, я каждый раз, попадая туда снова, я открываю для себя что-то новое. Действительно, вы знаете, наверное, у каждого человека должно быть такое место, когда вот... Где он энергетически подпитывается, наверное. Да, когда ты выходишь, подходишь к этому месту, и хочется просто помолчать, отключиться от всего и просто постоять и помолчать. Вот для меня это здесь. Это здесь. Да, это Волжская, Верхневолжская набережная. Это вот как раз мы с дочерью гуляли буквально вот в этом году. А все, наверное, опять-таки пошло вот отсюда, знаете, вот, наверное, с этой поры. Все с детства. Да, это мне где-то лет, наверное, 12-13 здесь, примерно так. Вот папа нас фотографирует. То есть каждое лето мы ездили в отпуск в Нижегородскую область к бабушке, дедушке. По три месяца практически мы там отдыхали и ездили не на море, а вот именно туда. Ну, наверное, вот эта незримая нить, да, объединяющая детство, вы все время возвращаетесь туда. Да, наверное, так. И даже, вот видите, есть такая пословица, где родился, там и пригодился. Действительно, меня тянет на родину, именно туда, где я родилась, на север. Но, понимая что-то, анализируя, все-таки прихожу к выводу о том, что вот эти места, они для меня что-то святое, особенно важное. Да, очень сильно туда тянет. И именно отдыхает там душа, отдыхает голова, расслабляешься, и приходишь в состояние нирваны. Это для меня так. Ее интерес разделяют и все члены семьи. Если не дальние поездки, то дома уж точно сидеть не любим, признается Надежда. Словом, вылазки на природу, шашлыки, рыбалки стали семейной традицией. Давайте поговорим теперь о вашей семье. Я была очень удивлена узнать, что у вас трое детей. Да, у меня трое детей. Трое детей, вы представляете, и старше сколько лет? В этом году 20 лет. Не верю. Есть, есть, есть у меня подтверждение. Как зовут? Мою дочь зовут Екатерина. Вот, буквально 2012 год, она еще школьница. Счастливые лица. Какое событие это? Это как раз рождение двойняшек, выписка из роддома. Встречает меня моя семья, и вот дочь. Потрясающее фото. Фотография сейчас оживает в ваших глазах, я чувствую. Ваши дочки как назвали дочери? Дочь Екатерина, а дети у меня Денис. Ой, мальчики. Мальчики, да. Ага, Денис и? Данил. Данил. По три года, да? Да, три с половиной. Три с половиной. Какие успехи у них сейчас? Благополучно разбирают квартиру, благополучно школьят в группе в детском саду. Ну, как-то это можно. Шустрый, подвижный, как мама. Шустрый, подвижный, и я думаю, что, наверное, лет через пять мама уже будет сидеть и отдыхать в том плане, что дети начнут более степенно себя вести, более размеренно, хотя, наверное, не в этом суть. Главное, чтобы не болели, чтобы были здоровы, а все остальное уже, все зависит от родителей. Какой пример покажешь, что вложишь в них, то и получишь, собственно говоря. Поэтому тут от нас тоже много зависит. А как вы познакомились со своим мужем? С моим мужем мы познакомились по работе. Он в свое время работал в Министерстве внутренних дел. И случилось так, что, по-моему, в командировке я была, работала в депутатском, и приехала сюда в командировку, и мы, собственно говоря, встретились и познакомились. Да, это был 98-й год. Я, по-моему, или 97-й, ну, где-то вот. А что вас привлекло в нем? Наверное, то, что привлекает любую женщину в любом мужчине. Прежде всего, это профессионализм, ну, и чувство юмора. Вот это, конечно, для меня это очень важно. Не столь важна внешность, сколько, когда начинаешь общаться с человеком, ты для себя либо находишь, либо не находишь то, из-за чего ты потом либо будешь общаться, либо не будешь общаться. Поэтому вообще в людях вот как-то лично меня привлекает вот именно чувство юмора и то, с каким, с какой интонацией люди относятся к себе, с каким чувством они себя воспринимают. То есть если человек самокритичит, если он может сказать, ой, что-то я ступил где-то, не так подумал, думаю, это одно. А если в людях вот проскальзывает такая черта самоуверенности и непогрешимости, это, конечно, очень сильно отталкивает. И вот тут, да, мы вот нашли общее, ну, не знаю, что привлекло его, это я не могу сказать, это к нему вопрос. А вот меня именно, да, вот этот вот уровень профессионализма, грамотно поставленная речь, чувство юмора, то есть это вот уже как-то... Но вы сразу увидели в нем все? Нет. Моя планета? Наверное, нет. Или со временем? Нет, наверное, со временем, но все-таки этот взгляд остановился. Мечты, которые Надежда рисовала в детстве, притворились в жизнь. Большая семья – любимая работа, о которой она может говорить часами. Но меня удивляет другое – как ей удается в этой профессии сохранить женственность? Где она нашла тот баланс, что при разговоре чувствуется твердость характера и одновременно мягкость и легкость настоящей женщины? Вы очень яркая женщина. У вас есть образец стиля, красоты? Давайте поговорим о женском. Да, наверное, если говорить о стиле, то я бы хотела пояснить, что это понятие значит для меня. Может быть, такой стереотип какой-то ходит у нас в обществе о том, что если стиль, то это поддержка каких-то определенных брендов, дань моде, отслеживание тенденций, новинок и так далее. Для меня это вообще совершенно ничего не значит. Действительно, знаете, как будто это, наверное, было непонятно, может быть. Но я вот часто вспоминаю Некрасова. Есть женщины в русских селениях. Вот насколько это тонко прочувствовано. Вот я возвращаюсь опять-таки к тому, что я люблю. Вспоминая русских женщин, вот Людмила Зыкина, например, Валентина Толкунова. Это потрясающие личности. Я не скажу, что они красавицы внешне. Для того, чтобы быть стильной женщиной, наверное, не нужно быть красавицей. Но у женщины должна быть какая-то черта, что-то должно цеплять. То есть какая-то, может быть, внутренняя сила, какая-то харизма, какая-то черта характера, которая будет притягивать к себе, даже несмотря на, может быть, внешнюю какую-то особую яркость. Не обязательно женщина должна быть одета от ведущих стилистов. Это может быть, не знаю, джинсы, кофточка какая-то, не стоит бешеных денег и так далее. Но обязательно должна быть, наверное, аккуратная прическа, обязательно хорошее настроение. В любом случае, мне кажется, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили. В любом случае, каждая женщина, каждый человек индивидуален, и каждая женщина тем более. И поэтому все-таки, на мой взгляд, стильная женщина – это та, которая умеет подать себя. Это та, которая заряжает, может быть, какой-то идеей, каким-то настроением. То есть та, которая действительно может повести за собой других людей. Если нет, если человек не лидер, то все равно это, наверное, должна быть какая-то такая изюминка, которая все-таки, наверное, позволит мужчине обернуться на эту женщину. То есть какой-то внутренний мир, что-то все равно в каждом человеке должно быть, и это и есть, я уверена. А в кого вы такая красивая? Ой, не знаю. В родителей. В маму, в отца. В маму, в папу, в бабушку, наверное, ото всех по чуть-чуть. Потому что действительно у нас, если говорить о родителях, то вот это моя мама с папой, это я посерединке. Очень серьезное такое существо. Взгляд однозначно папе. Да, взгляд папе. А вот настроение, вот эта мягкость идет от мамы. С папой у нас действительно очень такие были теплые отношения. Он, как я уже говорила, он работал водителем, ездил на дальние расстояния в поселке Депутатском. Он брал даже меня с собой. На несколько суток он уезжал в рейс, и я ездила с ним. Действительно, это сейчас вспоминается. Просто вот настолько это все было здорово. И моя сестра, моя младшая сестренка, любимая. Я над ней, конечно, жестоко в детстве шутила. Сколько лет разницы? Это, наверное, 10. 10 лет? 10 лет, да. Вот она сейчас. Она младше? Она младше. Вот моя сестра Оксана. Невероятные красавицы. Вы как близнецы? Очень близки, очень дружны. И очень похожи. Есть такое дело, есть. Удивительно, очень похожи. Она более спокойная, она более выдержанная. У меня больше вулканического что-то, наверное. А это человек, который... Дополняете друг друга. Да. Мы с ней, знаете, настолько, наверное, как-то близки, что не договариваясь, говорим одну и ту же фразу в один и тот же момент. Вот бывает такое, говорят, у близнецов это очень часто. Мысли сходятся. У нас такое же. Давайте поговорим об отношениях. Вот такой открытый, позитивный человек. Легко принимаете в свое окружение людей? А либо же все-таки настораживаетесь? Приглядываетесь? Ну, начнем с того, что я как-то к людям всегда, наверное, да, открыта. И в свое окружение я, наверное, не скажу, что легко, но, по крайней мере, общаться с людьми мне несложно. Потому что как-то вот несмотря на вот такую работу, на службу, на род занятий, которыми я занимаюсь, все-таки людям хочется верить. Людям хочется доверять. Хочется верить, что в людях больше хорошего, чем плохого. И поэтому, встречаясь с людьми, вот знаете, даже стала последнее время за собой замечать, иду по улице, и улыбаешься кому-то, и приятно понимать, что человек, вот вы знаете, вот он шел такой сам весь в себе, какой-то хмурый, у него что-то в жизни не получается. И когда он встречается взглядом с тобой, он улыбается в ответ. Это просто потрясающе. Ну, мне это приятно. И знакомить с людьми, как-то, идя с ними на контакт, хочется все-таки, чтобы, даже если ты с этим человеком больше не встретишься никогда, хочется, чтобы он от нашей встречи вынес что-то хорошее. Чтобы осталось какое-то, ну, позитивное, наверное, чувство, какое-то вот, что-нибудь хорошее. То есть, чтобы не оставлять в душах людей какой-то негативный след. Это очень мне хочется. А о чем вы мечтаете сейчас? Сейчас я мечтаю, ну, интересный вопрос. Наверное, все-таки, если говорить о каких-то глобальных целях, да, то мне все-таки хочется, чтобы, что касается вот моей семьи, да, чтобы, ну, дети не болели, конечно, чтобы у всех все было хорошо. Ну, это, наверное, каждый человек об этом мечтает. А так, если смотреть куда-то действительно в будущее, то все-таки хочется, как можно, наверное, знаете, больше пользы, что ли, вот принести своей работой. Потому что не скажу, что она в масштабах нашего ведомства действительно глобальна, но какую-то, надеюсь, пользу все-таки хочется думать, что приносишь, занимая свою должность. Потому что это серьезное ведомство, очень серьезное место. И не хочется, чтобы после того, как ты уйдешь, тебя воспринимали как временного человека на этом месте, как какая-то неудача руководства. Вот это, наверное, страшно было бы для меня лично. Поэтому хочется как можно больше вложить в то, чем я занимаюсь сейчас, как можно больше развиться, как можно больше, может быть, продвинуть каких-то идей, которые приходят. И как-то мнение людей именно вот о нашем коллективе, о нашей деятельности как-то вот поменять в лучшую сторону. Вот хочется вот этого добиться. Вот мы поговорили о вашем детстве, поговорили о выборе профессии, поговорили о вас, характерные черты, об отношениях к людям. А есть ли момент в вашей жизни, о котором вы сожалеете? Есть. Есть такой момент. Он очень остро запечатлелся в моей памяти. Даже, может быть, это не один момент, но в любом случае я очень тяжело всегда переношу, очень переживаю такие ситуации, когда я обижаю людей. В силу, может быть, да, в силу своего такого, может быть, характера, импульсивности какой-то было. И мне действительно очень стыдно за такие моменты. Я последний раз, я очень сильно обидела свою близкую подругу. Я очень сильно переживала по этому поводу и действительно переживаю сейчас. Хотя... Вы сейчас общаетесь? Конечно, мы с ней дружим, мы с ней очень любим друг друга. Это такой потрясающий человек. Это человек, который тоже заряжает меня таким позитивом. Подпитываете друг друга. Она вот полтора года назад стала мамой, и родилась замечательная дочка. Мы дружим очень давно, буквально, наверное, как раз уже 98-99 год. Этот человек меня очень поддерживал, и поддерживает меня сейчас, когда мне тяжело. Я полностью доверяю этому человеку. И знаю, что она никогда меня не подведет, никогда меня под пытками не выдаст, не предаст, тем более я уверена просто в нем. И вот получилось так, что я ее обидела. А кто сделал первый шаг? Ну, я была виновата, поэтому я считаю, что это должно быть так. И я приехала к ней, мы с ней поплакали, потом посмеялись, пошутили, поругались, попели песни. И надеюсь, что она забыла. Но я вот помню, мне за это действительно очень неловко, неприятно. И, конечно, хочется, чтобы таких моментов было меньше. Но все ошибаются, поэтому, наверное, из этого жизнь состоит. И последнее. Хотелось бы узнать вообще, как вам удается быть востребована успешно у себя на работе, любимой, любящей мамой и женой, и красивой, ухоженной женщиной? Ну, спасибо. Я надеюсь, что... Надеюсь, что это так. Так и есть. Вообще, вы знаете, спасибо. Вообще, вы знаете, мне кажется, что все-таки вот самое главное, это, наверное, делать то, что тебе нравится. Вот все-таки, наверное, это основное. И находить все-таки какую-то легкость в общении с теми людьми, с которыми тебе хочется общаться. Не общаться с людьми, от которых ты получаешь негатив. В моей жизни тоже есть такие люди, как и, наверное, в жизни каждого человека есть. Поэтому как-то стараешься отгораживаться от них, немножко абстрагироваться, да, и сводить общение к минимуму. А с теми людьми, с которыми приятно общаться, хочется общаться, хочется как можно больше дарить позитива таким людям. Очень хочется же надеяться, что и в моей жизни все-таки эти люди есть, которые нуждаются во мне. Я хотела бы в это верить. И если действительно это так, то надеюсь, что общение наше, оно продолжится, и оно будет более таким, как говорится, полезным для всех. И все-таки как-то радость людям дарить хочется. Мы для этого и живем, для этого и существуем. Для того, чтобы людей заряжать позитивом, дарить им веру в будущее, какую-то, наверное, надежду, может быть, даже любовь. На мой взгляд, это достойно того, чтобы существовать. Отличные слова. Созвучно в вашем имени. Действительно, дарить надежду. Да, это вот папа меня так назвал. Я думаю, что оправдываю ее ожидания. Спасибо большое, Надежда, что приняли наше приглашение. Спасибо за безумно интересную беседу. Спасибо, что вы открылись и показали себя настоящей, без погонов, без... Какая вы есть, какая вы есть настоящая. Я бы хотела пожелать, чтобы вы и дальше продолжали дарить вот этот позитив, вот это хорошее настроение и оставаться такой же красивой женщиной. Спасибо. Спасибо.